Сегодня я озвучу очередную лекцию профессора Сэма Вакнина на тему «Возьмите опеку над своим осиротевшим я после нарциссического абьюза». Лекция была опубликована 27 мая 2023 года. Ссылка на оригинальное видео в описании. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикрепленном комментарии. Начинаем. Вы помните принцип двойного материнства? Нарцисс пытается превратить вас, своего интимного партнера, в материнскую фигуру. Для нарцисса вы заменитель его матери. В то же время нарцисс идеализирует вас таким же образом, как и мать идеализирует своего ребенка. Затем нарцисс предоставляет вам доступ к вашему идеализированному образу через свой взгляд на вас, и вы влюбляетесь в самих себя. Он становится вашей матерью, а вы становитесь его матерью. И у вас обоих есть шанс на второе детство. Цель нарцисса заключается в том, чтобы однажды отделиться от вас и стать отдельным человеком, приобрести индивидуальность. Именно этого он не смог сделать со своей настоящей матерью. Вашей целью является испытать огромное, как океан, чувство безусловной любви и всеобъемлющего принятия, которого вы до этого никогда не испытывали. Это и есть принцип двойного материнства. Следовательно, когда нарцисс неизбежно начинает обесценивать и утилизировать вас, а это его попытка отделиться от вас, как от матери, вы начинаете ощущать себя сиротой. Вас накрывает чувство, как будто ваша мать только что умерла, и вы остались сиротой. Но сиротой себя ощущаете только вы. Нарцисс не теряет свою мать в тот момент, когда он теряет вас. Причина в том, что нарциссы взаимодействуют только с внутренними объектами, а не с внешними. Поэтому, когда нарцисс теряет вас в своей жизни, когда вы уходите, когда вы поломаны нарциссом, когда он отбрасывает вас, то с его точки зрения вообще ничего значимого не произошло. Потому что ваш интроект, внутренний объект в нарциссическом сознании, который является вашим представителем, остается нетронутым и идеализированным. Позже нарцисс попытается обесценить этот внутренний объект, но у меня есть другие видео, посвященные этому вопросу. Сегодня мы поговорим о последствиях нарциссического абьюза. Вы чувствуете себя сиротой. Вы чувствуете, как будто ваша родная мама только что умерла. Как с этим справиться? Что же делать? Одним словом, вы должны взять опеку над самим собой, должны стать собственным родителем. Мы обсудим стадии сиротства, которые переживает человек после нарциссического абьюза. И что с этим всем делать? Первый этап. Вот первая вещь, которую вы должны сделать, чтобы противостоять этому чувству утраты, пренебрежения и самоисчезновения в некотором роде. Внезапно вы поймете, что не можете больше видеть самого себя через глаза нарцисса. Через своего рода кривые зеркала. Потому что вы больше не идеализированы. А это очень сложно, потому что вы все еще любите этот идеализированный образ. Это огромное горе. На первом этапе собственного воспитания вам нужно увидеть себя. Помните, быть увиденным – это стратегия выживания. Ребенок, которого мама не видит или не замечает, очень быстро станет мертвым ребенком. Ребенок должен быть увиден. Таким образом, дети развивают ряд поведенческих стратегий, предназначенных для привлечения внимания матери. Они хотят быть в ее присутствии до тех пор, пока не сформируют постоянство объекта. Поэтому быть увиденным – это изначальный инстинкт, или влечение, или желание. И это с нами на всю оставшуюся жизнь. Феномен длинною в жизнь. Когда нарцисс исчезает, когда он оставляет вас или отказывается от вас, или когда вы расстались с ним, больше никого нет, чтобы увидеть вас. Вы чувствуете себя невидимым. Вам нужно как можно скорее это исправить. Настолько быстро, насколько вы можете. Потому что люди очень быстро погружаются в состояние невидимости, когда они становятся прозрачными для других людей. Им кажется, что они умерли. А затем у них развиваются суицидальные мысли. Быть увиденным – это тонкая линия, которая разделяет жизнь и смерть. Мы все являемся существами взаимоотношений и социума. При полном отсутствии других людей мы перестанем существовать. Спросите у любого заключенного, который провел какое-то время в одиночной камере. Итак, как же начать снова себя видеть? Ответ – вести дневник. Задокументируйте себя в письменной форме, визуально, запишите видео, аудио. Документируйте буквально все о себе, где бы вы ни находились. Просто начните вести дневник и документировать всю свою жизнь, а затем возвращайтесь к себе. В конце каждого дня перечитывайте то, что написали, или пересматривайте видео, которое сделали. Затем через день снова возвращайтесь на те же страницы. И через месяц вернитесь на те же страницы. Убедитесь, что между всеми этими записями есть преемственность. Этим способом вы воссоздадите и восстановите свою личность и себя. Понимаете, когда вас не видят другие, это создает эмоциональную дисрегуляцию и нарушение личности. Одной из основных проблем пограничных состояний является то, что такие люди не способны интернализировать взгляды других людей. У них есть непостоянство интроекта, из-за этого они становятся очень зависимыми от внешнего регулирования. Все их внутренние процессы передаются на аутсорсинг интимному партнеру. Точно так и нарцисс не может отличить внешние объекты от внутренних. И хотя нарцисс способен в некоторой степени внутренне организовывать взаимоотношения между собой и своим объектом, он также зависит от формы внешнего регулирования, известный как нарциссический ресурс. Если вас не видят, вы не существуете. Поэтому вам необходимо, чтобы вас видели. И если вас никто не видит, если у нарцисса монополия на вашу жизнь, а нарцисс монополизирует вас, то вас будет видно только через взгляд нарцисса в вашей жизни. Потому что он единственный, кто вас видит. И он единственный человек, для которого вы имеете хоть какое-то значение. У нарцисса монополия на то, чтобы вы были увиденными. Когда он исчезает, когда он уходит, вам нужно разработать альтернативные источники. И пока вы не создали альтернативных источников быть увиденными, вам нужно видеть себя, как я уже сказал, через введение дневника. Документируйте свою жизнь. Пересматривайте задокументированное. Станьте для себя другом. Буквально разговаривайте с самим собой. Просто садитесь и разговаривайте с самим собой. Дайте себе другое имя, если хотите. Будьте собственным другом и наставником. Познайте себя. Исследуйте себя, как если бы вы были кем-то другим. Изучите о себе все. Попросите рассказать о вас своих родителей, братьев, сестер, друзей детства, бывших учителей, сверстников. Сделайте проект «Знакомство с самим собой». Проект любви к самому себе и проект «Как видеть самого себя». Родители видят своих детей. Они дают ребенку внешний отзыв о том, что он замечен. А это позволяет ребенку сформировать и установить собственные границы, отделиться и индивидуализироваться. Ребенок понимает, что родительский взгляд на него приходит извне. В этот момент ребенок начинает понимать разницу между внешним и внутренним. Родительский взгляд на него определяет то, что находится вовне, тем самым позволяя ребенку стать тем, что находится внутри. Стать личностью, выработать самостоятельную комплексную систему, что же такое я. Или, если говорить о моих работах, я называю это самосостояние. Второй этап. Разочаровывайте себя. Отказывайте себе в каких-то вещах, в удовольствиях. Не балуйте себя. Не идите самому себе на некоторые уступки. Все делайте наоборот. Дисциплинируйте себя. Расстраивайте себя. Отталкивайте себя от себя. Дайте себе место для того, чтобы сепарироваться и индивидуализироваться от внутреннего родителя, которого вы создали. На первом этапе, увидев себя, вы создали внутреннюю родительскую фигуру. На втором этапе вы отталкиваете себя от этой родительской фигуры через разочарование самого себя, при этом давая себе пространство и время побыть одному. Позвольте себе сделать это. Сепарируйтесь, индивидуализируйтесь при помощи создания правильных границ с вашим внутренним родителем. Постоянно тестируйте реальность и избавляйтесь от магического мышления. На моем канале есть видео, посвященное сепарации и индивидуации. Посмотрите его. Итак, на первом этапе вы создаете внутреннего родителя, который будет вас видеть. На втором этапе установите расстояние между вами и вашим внутренним родителем при помощи расстраивания себя и дисциплины. Делайте это настолько безжалостно, насколько вы посчитаете нужным. Третий этап. В то же время оставайтесь для самого себя всегда вашей собственной надежной базой. Сопереживайте самому себе, сочувствуйте. Настройте себя на малейшие ваши потребности, перемены настроения и эмоции. Будьте к самому себе сострадательным, любящим, внимательным и заботливым человеком. Станьте для себя своей собственной надежной базой и своим собственным лучшим другом. Убедитесь в том, что независимо от того, как вы переживаете кризис, независимо от того, что вы сделали, независимо от того, какой вы человек, в конечном итоге вы будете самому себе лучшим другом и собственной безопасной базой. Это важная часть самовоспитания. Позже я немного остановлюсь на этом моменте. Четвертый этап. Приготовьте себя к реальности. Так что четвертый этап – это переход от фантазии от внутреннего родителя к реальности. Фантазия – это защитный механизм, который изменяет или переделывает реальность до некоторой степени. А вам нужно вернуться в реальность. Первые три этапа – это генерация фантазии, установление границ между вами и фантазией через самодисциплину и саморазочарование. А затем вы становитесь вашей собственной надежной базой, которая позволит вам выйти из фантазии и исследовать мир. К фантазии возвращаются дети. Сначала ребенок оставляет маму на три минуты, отходит и исследует свое окружение. А потом снова бежит к маме и обнимает ее ноги. Мама всегда рядом. Она прощает ребенка и не наказывает за то, что тот оставил ее и пошел исследовать пространство. Будьте вашей собственной надежной базой, а затем двигайтесь дальше, до последнего этапа. Последний этап на самом деле – это вы и ваши отношения с реальностью, физической реальностью. Исследуйте физическую реальность, гуляйте, ходите в походы, держите глаза широко открытыми, наблюдайте за происходящим вокруг, смотрите на других людей, следите за межличностными взаимодействиями, сходите в бар, в ресторан, в кино, погрузитесь в атмосферу сообщества. Это своего рода ресоциализация. Это нарцисс изолирует вас ото всех. Это часть принудительного контроля. Нарцисс изолирует вас от друзей, от семьи и вашей сети социальной поддержки, которую вам нужно восстановить заново. Вам нужно заново усвоить нравы, правила поведения и правила эвристики эмпирического общества. Это как стать заново ребенком. Нарцисс регрессирует вас через его материнский взгляд на вас. Нарцисс делает из вас младенца, и вам снова нужно учиться всему с нуля. Вам нужно научиться ходить, научиться говорить, научиться думать, научиться испытывать эмоции, научиться регулировать себя, научиться межличностному взаимодействию с другими людьми. Вам нужно впитывать культуру вокруг вас. Этот процесс называется оккультуризация. Вам необходимо приобретать новые навыки, обучать себя, тренировать себя. Это фаза реинтеграции с реальностью. Потому что нарцисс – это общая фантазия, эквивалент психиатрической лечебницы. Это такое учреждение, где нет выхода, нет взаимодействия с чем-либо внешним. Это изоляция, пузырь. И поэтому вам нужно адаптироваться в окружающей вас реальности. Окружите себя людьми, которые помогут вам адаптироваться. Это такие люди, которые не склонны к фантазиям, которые умеют нести ответственность, не требуют сверхмеры. Это люди, которые примут вас такими, какие вы есть, и помогут вам снова начать функционировать в обществе и в мире в целом. Прежде всего, это люди, которые любят себя. У меня на канале есть видео, посвященное этому вопросу. Любовь к себе – это здоровое самоуважение, это стремление к своему счастью и благоприятным результатам. Поэтому любовь к себе тесно связана с самоэффективностью. Самоэффективность – это способность действовать эффективно, быть эффективным как для окружающей среды, так и в окружающей среде, достигая хороших результатов. Итак, любите себя, уважайте себя, защищайте себя, выходите за пределы своего пузыря, но только для того, чтобы быть счастливыми, удовлетворенными и получать благоприятные результаты. Есть 4 столпа, 4 фундаментальных камня любви к себе. Номер 1. Самосознание и глубокое, подробное, сочувствующее знание о себе. Своего рода свод-анализ. Это сильные и слабые стороны других людей, а также угрозы. Номер 2. Самопринятие. Необходимо, безусловно, принять свою основу идентичности. Это ваша личность, характер, темперамент, ваш опыт взаимоотношений и жизненные обстоятельства. А еще вам необходимо научиться прощать себя. Вам нужно научиться усмирять своего сурового внутреннего критика. Отвергнуть интроекты, которые не являются вашими голосами, но являются голосами других людей. Это такие интроекты, которые недружелюбны по отношению к вам. Интроекты, которые хотят вас погубить. Отделите их от себя и заставьте замолчать. А также научитесь идентифицировать и взаимодействовать исключительно со своим собственным, настоящим внутренним голосом. Ваш настоящий голос может быть критикующим, но никогда не может быть саморазрушающим. Номер 3. Доверие самому себе или самодоверие. Это убежденность в том, что вы имеете в виду свои собственные интересы, что вы прикрываете свою спину, что у вас есть свобода действий и автономия, что вы не контролируетесь другими людьми или не зависите от них компрометирующим образом. Номер 4. Самоэффективность. Это вера, тщательно отточенная опытом, что вы способны устанавливать рациональные, реалистичные и полезные цели, и что вы владеете определенными навыками, способностями реализовывать результаты, соответствующие вашим целям. Любовь к себе – это единственный надежный компас в жизни. Опыт обычно приходит слишком поздно, когда его уроки уже не могут быть реализованы. Это и преклонный возраст, и упущенные возможности, и изменение обстоятельств. Иногда опыт довольно бесполезен. Например, нет двух одинаковых людей или ситуаций. Вы не можете безопасно экстраполировать это. Но любовь к себе – это скала, это стабильное, надежное, неизменное руководство и компас. Любовь к себе – это самый верный друг, это ваше благополучие, удовлетворение и функционирование. Следуйте за ней туда, куда она может вас привести. Помните то, что нарцисс имитировал, создал эмуляцию для вас любви к себе. Он заставил вас поверить. Он ввел вас в заблуждение, что только он один способен дать вам возможность любить себя. Но это, конечно же, неправда. Любовь к идеализированному образу самого себя настолько далека от настоящей любви к себе, насколько это возможно. Потому что у идеализированного вашего образа, как правило, очень мало общего с вами, но много общего с нарциссической потребностью существовать в фантазиях. А это эксплуатация, корысть и абьюз. Не ходите туда. Не пытайтесь любить себя такой любовью, которой нарцисс заставил вас любить себя. Это огромная ошибка. Именно это привело вас к горю, скорби и к сиротству. Или самосиротству. Нарцисс заставил вас полюбить свое идеализированное изображение и, следовательно, заставил вас возненавидеть самих себя. Потому что вы всегда очень далеко от вашего идеализированного образа. Ваш образ вас разочаровывает. Вы подвели сами себя. А это эгодистония. Человек, который любит свой идеализированный образ, по иронии судьбы, испытывает как любовь к себе, так и ненависть. Это приводит к амбивалентности. Не любите себя той любовью, которой нарцисс заставил вас любить себя. Не смотрите на себя в нереальном свете. Оставайтесь в реальности и знайте самих себя очень хорошо. Полюбите себя так, как вы должны это были сделать с самого начала. Любите себя правильно. Будьте для самих себя оплотом, брендмауром, гарантией. Правильный выбор партнера требует реалистичной или реальной любви к себе. Узнав себя лучше, вы защитите себя от будущих связей с абьюзерами. Итак, принимайтесь за работу. Лекция окончена. Благодарю всех за просмотр.